несколько слов я хотела бы сказать о стройке и инвестициях в строительство сказать а если говорить точнее предостеречь последние два-три года число предложений связанных с инвестициями немецкие строительные проекты возросло в том числе их предлагают и российским инвестором бесспорно германия заинтересована в строительстве новых объектов жилых и коммерческих за весь 2018 год в стране было построено 284 тысячи единиц жилья 2019 уже летом этот результат бы превзойдет но рынку требуется в полтора раза больше объектов несколько соображений главное строительство это практически всегда активный бизнес потому он и интересен рентабельность активного бизнеса нельзя сравнивать с пассивным второе германии действительно не хватает жилья но в основном эконом-класса но предлагают чаще не эконом а эконом плюс а то и круче 3 строительство это значительный риск успешно завершенный проект может дать рентабельность в 20 процентов но сколько продлится стройка хорошо если два года а если больше четвертое видимо самое понятное уложится ли строители в бюджет не потребуются ли дополнительные расходы это бомба замедленного действия стройка требует контроля если хочешь уложиться в смету и получить нужное качество не надо испытывать иллюзию что в германии строители более ответственны чем в россии все равно нужно контролировать это человеческая сущность кроме того германии нехватка рабочей силы приезжих тоже недостаточно их квалификация не всегда хороша мой опыт показывает что более или менее успешны те инвесторы кто имеет опыт стройки в россии и даже опытные застройщики сначала инвестируют в не самые масштабные проекты просто чтобы понять чем придется иметь тело а если опыта в стройке особо нет но попробовать хочется тогда нужны партнеры менее затратный вариант обратиться к архитектор здесь надо понимать что архитектор в германии не тот кто делает сам проект он же осуществляет контроль по сути он еще и прораб в российской терминологии 2 более затратная возможность строить с привлечением ген подрядчика но и тут есть немецкая особенность ген подрядчик это технический подрядчик он только строит и риск недостаточного качества тут выше и никакая фиксация суммы не даст гарантии конечно процессе могут появиться еще и маклеры которые вроде заявляют что берут все вопросы на себя но маклерское образование даже самое лучшее все равно не предполагает опыт в строительстве так что эта история большей степени завязана на везение а значит на риск если же мы говорим о пассивной инвестиции в строительство то здесь стоит вспомнить про мезонимный капитал если кто-то не знает что это такое буквально в двух словах у девелопера не хватает денег банк всю нужную сумму не дает компания обращается к инвестору обещая вернуть вклад с процентом обычно большим чем при средней успешной инвестиции конечно эта история тоже рискованная потому что в обычном случае тебе хотя бы принадлежит земля и есть разрешение на строительство при заключении мезонимных сделок стоит обратиться к специалисту который проанализирует правовые инструменты гарантирующий возврат капитала в общем в строительстве всегда надо учитывать фактор повышенного риска а если вырастут расходы а если увеличится сроки а если объект не будет продаваться по расчетной цене поэтому я рекомендую входить в такую инвестицию только тем кто в этом разбирается следующей серии нашего проекта как инвестировать в объекты специального назначения подписывайтесь на youtube канал при андру спрашивайте комментируйте и разумеется ставьте лайки чтобы не пропустить новые серии нашего проекта жмите на звоночек оповещения 10.06.05.'s will add abs